Всех приветствую! Поступили первые вопросы к последнему видео от Ирины. Хотелось бы ответить. Первый вопрос это, оправдали ли Валдебрис мои ожидания и продолжила бы я работу? Да, не только оправдали, но и превзошли. Объясню почему. На момент захода на Валдебрис я не имела никакого совершенно опыта реализации своего товара на маркетплейсе. Более того, у меня не было своего сайта. Я с этим не работала. Вся моя реализация подводилась к инстаграмм и через Авито Юлу. Это в своем городе и близлежащих городах. Все. То есть непосредственно направляла именно туда и считала, что там это основной источник. Почему я решила уйти на Валдебрис? К сезону, к началу осенью, октябрь-ноябрь, встал вопрос, закупать ли дополнительную партию валенок, которым у меня осталось. Ну, маленькое количество. И мне нужно было понять, будет ли спрос. В инстаграмм спрос был небольшой, скажем сразу. Но прибыль мне нужна была. Там заработок какой-то, в первую очередь, для себя. И это было связано с рождением третьего ребенка, потому что мне очень хотелось как-то себя занять, скажем так. Мне хотелось себя немножко реализовать, потому что мне этого не хватало. Именно деятельности вне дома, деятельности вне своих детей, занятий для себя. Помимо вязания, я училась вязать и учусь вязать. До сих пор я не профессионал в этом деле. Я начала вязать с прошлого года. В прошлом году я решилась только зарегистрироваться на Валдеборис. И дальше дело не пошло. Я жутко боялась. Я очень сильно испугалась всех вот этих процессов упаковывания товара, приобретения упаковок. Я также, как и вы, абсолютно не знала, где это все искать. Мне никто не мог подсказать, поскольку никто из моих знакомых этим не занимается и не занимался. Они все работали наемными сотрудниками. Еще ситуация с пандемией сподвигла меня на то, что надо двигаться в другом направлении, как вырваться так, чтобы потом не вернуться на наемную работу. Это один, наверное, из главных стимулов моих, потому что я поняла очень четко, что выходить на работу за 18 тысяч месяцев я не хочу. Это не мой путь абсолютно. И роста вот в той сфере, в которой я работала, нет. Ну, то есть это Почта России, управление. После того, как закрыли наш отдел ревизионный, вообще упразднили его в городе Иркутске, я поняла, что меня перенаправили в какой-то там странный отдел, какую-то такую длинную должность. И куда вы ходите, чем я буду заниматься, непосредственно я не знала и не хотелось, и не хочу. Это честно, если говорить. И о том, что, заходя на Валлибрис в этом году, у меня уже были какие-то упаковки. Я уже не боялась, у меня были какие-то средства на то, чтобы закупить коробочки, упаковочки, пакетики. Я посмотрела также информацию в Инстаграм. Посмотрела, как другие рукодельницы упаковывают свой товар. И, соответственно, начала просто искать информацию, где что взять. Это первый был шаг. Второе, это непосредственно отправка. Я поняла, ну, что просто ты привозишь, и они принимают, и ничего в этом страшного нет. Единственная проблема, я столкнулась, это маркировка обуви. И вот с маркировкой у меня немножко возникли. Опять был такой небольшой стресс. Я думала, ну все, здесь я вообще ничего не смогу сделать. Оказалось, мне все так страшно. Этот вопрос я тоже решила. Но к ожиданиям, ожиданий не было совсем. По цене я, в принципе, понимала, какую цену я должна поставить, поскольку там все свои расходы учесть, учесть минимальную прибыль, да, в сто процентов. Этот вопрос меня не волновал. Вопрос по тому, сколько купят товар. Эту аналитику я не проводила. Не проводила анализ по конкурентам. Понятия не имела, какой есть спрос на это. Единственное, да, я посмотрела, что достаточно много товаров, достаточно много поставщиков. Поэтому ожиданий по заказам не было никаких. И когда пошли первые заказы, они пошли довольно сразу на популярные модели, да, вот это то, что мне позволило уже даже в первый месяц сделать анализ и понять, что самые популярные модели это большие валенки, да, классические валенки, высокие, не валеши. На что я ставила ставку, собственно, непосредственно валеши. Тоже только определенных размеров. Те валеши, которые там для всех, маленькие размеры, не так популярны. И вот популярные модели, востребованные большего размера, ушли практически сразу. То есть в первый месяц ежедневно там были какие-то заказы. И товары забирали. Возвратов не было. Поскольку, ну, это нужно. И сейчас, даже вот, представляя на Олзон, первые даже позиции, которые заказали, это те же самые классические валенки больших размеров. То есть это та поставка, которую я дозаказала. Соответственно, я бы и вторую поставку, собственно, я доказала, дозаказала в ноябре месяце еще одну партию валенок. Уже с учетом того, что какой спрос был у меня в городе, потому что мне звонили, спрашивали, какие размеры есть. Собрав вот эту небольшую информацию, я дозаказала уже такую поставку, отличающуюся от прошлого года. И планировала ее отвезти на Вайлдберг. Я больше, чем уверена была, что они бы ушли, все эти товары, если бы товар приняли. И я бы, мне вот не хватило буквально там 2-3 дня, если бы я заранее зашла и стал, я просто не стала оформлять заказ, пока у меня не пришел товар. Если бы я сразу оформила поставку, ну, примерно через месяц, поставила бы ее в план, тогда бы я увезла, ее бы приняли. Но я не стала этого делать, и как только товар пришел, я зашла делать заказ, и, собственно, все, поставки не принимают в Иркутске. Да не только в Иркутске, там во многих городах закрылись. Я думаю, что все бы товары ушли, большая часть во все таком случае, ну, наверное, за исключением детских, потому что детские идут не так хорошо, все-таки на детские валенки спрос меньше. И, в принципе, я бы поставляла и работала. Второй момент, в связи с теми переменами, которые они сейчас делают, в связи с тем, что у них технический отдел, да, там они, говорят, весь поменяли поддержку эту, и в связи с тем, что склады переполнены, наверное, на сегодняшний бы день я не отправляла больше товара, потому что товары стали теряться. Вот у меня две позиции потерялись. Непонятно как, и реально товар находился на одном складе. Вот как раз отвечаю опять на вопрос, кто писал, почему мой товар не видно на Вайлдеберес, он находится в Новосибирске. Покрытие Новосибирска, если вы посмотрите на сайте, оно не по всей России. Соответственно, кто-то может его просто не видеть. Очень жаль, потому что люди с Instagram также заходили, спрашивали, мы не видим ваш товар на остатках. Они бы заказали, просто его не было. И я бы уже в связи с тем, что товар теряется, не стала отправлять. Но если бы в регионе, в Иркутске была доступна работа со своего склада, я бы так работала. То есть также бы отвозить в пункт вывоза, у нас их очень много, я бы с удовольствием работала на площадке Вайлдеберес. Все остальное меня устраивает. Единственное, да, сейчас то, что они за приемку товара берут средства, за хранение берут денежные средства, это все для того, чтобы разгрузить свои склады. Их я понять также могу, как людей, которые предоставляют эту площадку. Конечно, для поставщиков это не очень удобно. Там для мелких поставщиков, особенно у кого маленькая маржинальная часть, тоже неудобно. Что касается вопроса по озон и о том, что за 24 часа нужно доставить товар до покупателя, не совсем так нужно доставить товар в пункт самовывоза. То есть у меня появляется заявка и в заявке прописано, в какую дату я должна, допустим, сегодня заказ поступил. Если до обеда, завтра я его должна отвезти в пункт озон, чтобы они уже делали доставку. Если сегодня после обеда сделают заказ, то он встанет на послезавтра, например. Еще есть момент, что они сами по своей загруженности распределяют, может и через два дня встать на заказ, если у них там большая загруженность, что это я должна отвезти в пункт самовывоза. Ну, то есть там, где принимают заказы озон. И если я отвожу, все в порядке, они дальше доставляют сами. То есть у меня, да, сутки на то, чтобы я собрала, упаковала и с документами отвезла уже в озон. Дальше они отправляют сами. Ну, то есть, в принципе, до клиента доходят они в течение нескольких дней, как обычно. На Валдеберес я посмотрела, там тоже та же самая система, то есть там тоже дается, там, по-моему, 48 часов прописано для того, чтобы отвезти на склад Валдеберес для доставки клиенту. Я говорила о том, что, да, если в вашем городе где-то рядом доступно находится вот этот пункт озон, в котором они принимают заказы, тогда проблемы нет. Ну, в принципе, у меня супруг просто работает рядом с этим местом, где находится пункт приема заказов, поэтому просто он утром, ну, каждый день ездить на работу, он может отвезти товар, поэтому для меня это удобно сейчас, я этим, конечно же, пользуюсь. Пишите свои вопросы, будем обсуждать, возможно, вот в таком формате говорящий головой. Всем рада, подписывайтесь, оставайтесь, отмечайте.